Кто может сформировать задачи метода? Какая же цель у этого процесса? Зачем он нужен? Уже два база тоже готовят свет подделения. У них тоже другая задача. Копирование ДНК происходит в доме тоже. Нельзя начинать снижаться, пока ДНК еще не скопировано. Распределение ДНК? Есть ключевой вопрос, каким образом в ходе метода должна быть распространена ДНК. ДНК в пояса. При методе клетка не делится. Клетка умирает и делится. Если клетка умерла, то она никуда делиться не будет. И смерть это же уже. Приготовление всех вас нужно к аргоноиду клетки. И распределение их под нужным самым. Да. Володь, вы совсем не поняли. При методе не происходит распределение всех нужных аргоноидов. А только яйца? Только яйца. То есть какое сценарий имеет отношение к аргоноиду? У него название другого. А он как его? Ситокинад. 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 Производится ДНК во время метоза, до метоза или после метоза? После метоза. До. До метоза. Так что не может быть у метоза задачи от удвоения ДНК. Он может начаться только когда ДНК уже втвоен. Четыре части. Пропа, мета-пропа. Я спрашиваю, как он устроен у вас? Я спрашиваю, какие задачи в этом процессе? Подготовить окончание меткового деления. Провести все новые работы. Метоз – это одна из частей деления. Деление уже идет, готовить поздно. Может, удалось? Деление ядра на два одинаковых ядра. В каком смысле слова одинаковых? В смысле один? Сидором ДНК. С одинаковой суммой наследственной информации. Главная задача в Этозе, мы с вами разбирали этот пример. Деление концертов, ну, запись на дисках, да? Хорошо. Я откопировал 23 диска и свалил копию оригинала кучей на столе. Вот ДНК уже откопировано. Там должны будут соединиться эти диски. Мы когда копировали, мы их соединяли вместе. А потом, когда все-таки подвязали... Вы подумайте, как в одной несложной русской прайсе объяснить главную задачу метоза. Итак, зачем нужен метоз? Потому что можно произвести средства. Как? Равномерно. Абсолютно равномерно. Вот слово «равномерно» в данном случае включено. Это астреогенал. Он насыпал на стол. Сам ушел в кино, пришел в друг друг и забрал себе некоторое количество. Распределение произошло? Да. Оно нормальное или не нормальное? Нет. Почему? Принцип равномерности на ручке. Главная задача метоза – это равномерное распределение наследственной информации между дочерними клетками. Равномерное распределение наследственной информации между дочерними клетками. Если все прошло нормально, никаких ошибок, никаких мутаций, никаких накладок, что можно сказать по поводу мухи и отят, образующихся в результате метоза. Они несут абсолютно одинаковую информацию. Это информация одинаковая еще с кем? С летней мухи и с летней мухи. Только такого в природе не бывает. Что? Только такого, чтобы были абсолютно одинаковые в природе. Ну, с поправками мутации, с поправками мутации. Но все остальное, кроме результатов, ошибок. Если метоз прошел нормально, должно быть идентичным. К слову о ошибке. Мутации, на самом деле, события не настолько и редкие. В каких-то мутациях считать частоту мутации? И на эти два этого. Там хитрые единицы, а это вопрос. Но дело в том, что далеко не все мутации пробиваются, так сказать, к возможности реализации. В чем дело? А дело в том, что у каждой клетки есть своя специальная бригада белков-ремонтников. Их задача – ремонт ДНК. Места поломан, конечно, узнают по-разному. Но один из методов распознавания того, что здесь мутация произошла, вам может прийти в голову. Как может белок понять, что вот с этим куском ДНК не все творилось? Там будет с полусоединено. Нет, не соединено. Что значит? Что с чем не соединено, и что такое плохо, и что такое хорошо. Белоколад, что ДНК. А чья последовательность, аминокислот? Как его? Азотное основание. Азотные основания стоят не по комплементарным принципам. ДНК, когда хранится, это всегда две части. Это понятно? А что? Азотные стояния могут стоять неплохо. А что, Мишель? Соединение произойти может. Оно будет менее энергетически выгодно. Там же идея какая. Ну вот у вас есть адемин, азотимин, есть у вас полонин и цитадин. То есть может так, что к адемину вместо азотимина прицепится? Грубо говоря, вот как распределены участки взаимодействия на паре адемин-цитадин. А теперь, опять же, очень грубо говоря, вот как распределены участки взаимодействия на паре адемин-цитадин. Теперь, можно ли прилепить цитадин к адемину? Да, можно. Можно. Только сколько шеи возникли? Две одна. Только одна. А потому что вот это расстояние, вот это расстояние, в паре адемин-цитадин одинаковое, а вот здесь оно меньше. И если уж вы зацепились вот этим плюсом за этот минус, то за этот плюс кто-нибудь держится? Нет. Или наоборот, вот это не минус. Да, можно минусом за плюсом, тогда этот плюс у кого-нибудь держится. Это понятно? Вообще-то связь сзади тут может, но она просто энергетически значительно менее выгодится. Да, но если она остается, то при втором коронии белки уже за этому астатину прицепят в гонии. И все, все, все. А вот в тот момент, когда у вас такая некомплементарная пара, можно засечь, что в этом месте принцип комплементарности наручен. Да. Да, можно насечь. Вот это может служить сигналом для группы ферментов примута. А как это да? Наживаются. Но кто неправильно? Ведь один неправильно, один неправильно. Нужно неправильно удалить. А какой же будет неправильно? Ага, здесь есть свои, там это три разных метода, определение того, какая из цепей неправильная. Метод достаточно сложный, поэтому они сейчас с вами говорить не будут. А вот сам факт наличия в любой клетке белков-ремонтников, этого вы должны учитывать сразу. Называются такие белки репаразы. Они ремонтируют ДНК. Это понятно? Да, ферменты. Репараз много разных. И это очень эффективная система. Из 20 мутаций в среднем только у одной есть шанса проскочить через репаразный контроль. Это проходит. 95 срезаются. Это хорошая эффективность. Все, что мы с вами имеем, все наши неприятности. А плюс к этому весь эволюционный процесс.